В Архангельске в рамках образовательной программы кинофестиваля Arctic Open провели медиасеминары для представителей арктических СМИ. Журналисты-руководители рассуждали на тему стратегии развития Арктики, а также о жизни человека на Севере. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Перед журналистами выступила Марина Горецкая, руководитель пресс-службы проектного офиса развития Арктики. Проектный офис информирует о жизни населения Севера по различным направлениям, а также ведет проектную и грантовую работу. Самый масштабный проект – «Арктика-2035». Стратегия развития на 15 лет вперед была представлена в 10 регионах, одним из которых стала Архангельская область. Стратегические сессии дали возможность оценить на местах, как относятся, во-первых, экспертные сообщества на уровне губернаторов, замгубернаторов и правительства области и региона. Также мы создали платформу «Арктик-2035», на которой любой житель страны мог оставить свое предложение по поводу того, что войдет в стратегию развития Арктика-2035, которая сейчас разрабатывается Министерством развития Дальнего Востока и Арктики. Также Марина Горецкая рассказала о проектах, которые реализует организация. Следующим спикером стал Михаил Панко. Кандидат медицинских наук рассказал о том, какие исследования проводит САФУМ. В частности, поднял проблему синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей. Причем Михаил Панков подчеркнул, что эта проблема не только с севером. Результаты наших исследований показали, что при таких нарушениях, как дефицит внимания, гиперактивность, импульсивность, регистрируется снижение нейроэнергометаболизма во фронтальных отделах коры головного мозга, связанных с реализацией экзекутивных или исполнительных функций, это контроль поведения, целенаправленная деятельность, а также снижение нейроэнергометаболизма в затылочных отделах коры головного мозга, связанных с зрительным контролем. По результатам исследований возник интерес к способам немедикаментозного лечения синдрома у детей. В данный момент исследования продолжаются. На медиасеминаре также был рассмотрен вопрос о необходимости создания научно-образовательных центров в стране. Создать принципиально новую структуру научно-образовательных центров, где бы как раз, выполняя практические задания от индустрии, развивая таким образом индустрию и продвигая науку, готовить кадры новой формации и соединить в единое целое не только государственные вузы и корпорации, но и частный бизнес. В завершении медиасеминара представители СМИ из Мурманска, Нинецкого и Ямал-Нинецкого округов, Республики Коми, Санкт-Петербурга, Карелии, Плесецкого и Холмогорского районов Архангельской области, а также зарубежные корреспонденты из Швеции и Финляндии обсудили вопросы, касающиеся жизни человека в Арктике. Мы приглашаем на медиасеминар экспертов, это и ученые, и журналисты, и политики, представители власти, и ведем диалог о том, чем и как живет Арктика, и что надо сделать для того, чтобы нам, жителям Севера, жилось здесь хорошо, но не хуже, чем в средней полосе и так далее, чтобы к нам сюда приезжали люди, чтобы люди, которые здесь живут, не хотели уезжать. Напомню, медиасеминар прошел в рамках третьего международного кинофестиваля Арктик Оупен. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.